Альхамду лилля, ассалату ассаляму аля Расули лилля, аля алихи, асхабихи, ама ва аля. Аллаху машрахли садри, ва ассирли амри, вахли львухтатам, или сани, афгалу ковля. Аллаху ма ассир, ва аля ту ассир, ватаммин бил хаир. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатах. Сегодня мы, иншаллах, проходим в нашем цикле уроков про пророков, алейхи ассалям, которые были указаны в Куране, о которых приходят рассказы в Куране, так как это говорит Куран, про них. Мы пришли к Исхаку, Набиулла, Исхак, алейхи ассалям. В библейском формате, как его называют, Исаак. Исаак, сын Ибрагима. У евреев и у христиан, в библейском формате, это Исаак, сын кого? Авраама. Это второй сын, Ибрагима, алейхи ассалям. Относительно него, Аллах говорит следующее. Мы обрадовали Ибрагима, что ему будет дан Исхак, и он будет пророком из числа праведных. И мы дали барракат. Барракат, как переводится барракат? Мы сказали, барракат это прибавление. На сегодняшний день есть некоторые моменты, что такое барракат. Люди неправильно понимают, говорят, ну барракат, барракат, да, береке, береке, это казахское. Барракат это что? Это прибавление. То есть получение большого количества пользы. Барракат, он не в деньгах. Барракат где? Барракат в результате, который приносит тебе эти деньги. То есть ты что-то за деньги купил, и вот этот продукт или инструмент, либо результат, да, твоей покупки, он долгое время приносит тебе пользу. Не портится. Либо он тебе приносит пользу такую, которую ты хочешь. Либо он приносит не только тебе пользу, но и другим тоже. Вот это вот называется барракат. То есть барракат, это прибавление в чем? Прибавление в результате, а не в деньгах. Так вот, барракат на алейхи ва аля исхак. И мы дали барракат кому? Ибрагиму алейхиссаляму, и также дали барракат исхаку алейхиссаляму. Амин дзурия тихима. И из их потомства, потомства Ибрагима, исхака, мухсинун, там праведники. И те, которые приносят себе вред, мубин, явно приносят себе вред. Относительно исхака, в Коране много не сказано. Так как сказано, например, об Адаме, алейхиссаляму, о Ибрагиме, о Анухе, о Мусе, о пророке Мухаммаде, салаллаху алейхиссаляму. О исхаке много ничего не сказано. Но что сказано? Сказано, что исхак, он был подарком для кого? Он был подарком для Ибрагима, алейхиссалям. То есть, относительно первого сына, Ибрагима, алейхиссалям, относительно Исмаиля, алейхиссалям, все, что ему надлежит, он выполнил. Атамма. То есть, Аллах, субханава, повелел Ибрагиму. Некоторые, да, вменил некоторые моменты в обязанность. Что-то повелел. Сатамма-гун. Ибрагим сделал это полноценно. И из-за этого, Аллах, субханава, что сделал? Обрадовал Ибрагима, алейхиссалям. Исхаком. То есть, Исхак был кто? Вахабна, говорит, это хиба, это подарок. И поэтому мы говорим, что Забих, тот, кого приносят жертву, Ибрагим, кого он должен был принести жертву? Не Исхака, а Исмаиля. Почему? Потому что Исмаиль был испытанием для кого? Для Ибрагима. И после того, как Ибрагим все правильно сделал относительно Исмаиля, прошел это испытание, Аллах дал Исхака как подарок. И также мы говорим, что Исхак, у него был сын какой? Кто? Якуб. Якуб родился при жизни Ибрагима, алейхиссалям. То есть, Ибрагиму, когда Исхак родился, было сколько? 100 лет было. В Саре было сколько? Сара. Ей было 90 лет. Она родила в 90 лет. И после этого у Исхака, то есть, смотрите, подарок Аллаха, когда Аллах дарит что-то кому-то, он дарит в каком формате? Дарит это в таком формате, что человек дальше не беспокоится. У Исхака появляется Якуб. И Якуб тоже пророк. И тоже праведный. И Ибрагим это все видит. То есть, такой подарок, когда Аллах что-то дарит, он дарит в таком формате, что человек уже после этого не беспокоится. То есть, Исмаил, первый ребенок, Ибрагим, все правильно относительно него сделал, правильное воспитание дал, испытание прошел. Все, Аллах дальше уже дарит. Когда Аллах дарит, этот подарок, он уже полноценный. И дарит он сразу, есть Хака и дарит Якуба. То есть, смотрите, родитель, когда у него сын рождается, он что хочет? Если вот в большом возрасте, да, у него рождается ребенок, человек, он переживает. Что думает? Надо было раньше, да, надо было раньше двигаться, надо было раньше, да, об этом позаботиться, чтобы, что сделать? Чтобы человек, ну, чтобы ребенок вырос, да, перед глазами, чтобы уже сам мог жить своей жизнью. Так вот, Аллах, Субханава Тааля, подарил Исхака, говорит, Ибрагиму, и до такой степени довел Исхака при жизни Ибрагима, что у него Якуб появился. И, ладно, Якуб, Якуб уже что сделал? Уже пророком стал, у него пророчество пришло. Это Ибрагим все это видит. При жизни Ибрагима, Алей-Исхака. То есть, Аллах, Субханава Тааля, ему дал баракат в жизни Ибрагиму, что он увидел, что как на ноги встали его сын, его внук, да все потомство. И вот этот важный момент, если мы по велению Аллаху, Субханава Тааля, полностью выполняем относительно наших детей, Аллах, Субханава Тааля, нам в нашей жизни баракат даст, и нам даст возможность увидеть, как мы в дуа делаем, когда у кого кто-то рождается, делаем дуа, когда у кого-то рождается сын, мы ему говорим, что пусть Аллах, Субханава Тааля, даст тебе возможность увидеть его совершеннолетие, увидеть его праведность. Так вот, если человек относительно детей своих хак дает, то, что надлежит, как надлежит, их воспитывает, то есть воспитывает их, чтобы они повиновались Аллаху, Субханава Тааля, то Аллах, Субханава Тааля, что дает человеку? Дает ему барака, дает его жизни барака дает, и дает ему возможность увидеть, как его дети будут придерживаться повеления Аллаху, Субханава Тааля. Относительно Исхака, почему Аллах, Субханава Тааля, вот в таком полноценном формате дал Ибрагиму, да, Исхака, приводится вот в Коране следующие моменты. Аллах, Субханава Тааля, подарил Исхака, Ибрагиму, и Аллах, Субханава Тааля, говорит в следующем формате, «Валякады джааат руслюна Ибрагима бель-бушра», вот пришли наши ангелы, да, кто там был? Там был Гибриил, там был Микаил, там был Исрафиль, три ангела, пришли к Ибрагиму, бель-бушра, с радостной вестью, они его обрадовали, что у него появится сын, они сказали, мир вам, он сказал, вам тоже мир, и тогда Ибрагим принес, что, жареного, да, жареное блюдо принес, там ягненка, как говорится, да, а когда он увидел, что руки ангелов не берут еду, он что, испугался? Почему испугался? Потому что понял, что это что? Ангелы, и они пришли, если они берут еду, да, как это приходится в Исраиле, что они говорят? Они ели, говорит, они с Ибрагимом прямо сидели и ели, а когда они ели, еда растворялась в воздухе. У нас в ахиде, в исламской ахиде, у мусульман, ангелы, что они не едят, они не нуждаются в еде. У них нету желания, да, у них нету желания к еде и к размножению. Поэтому у них что? У них нафса нету, у них нету такой мысли, даже мысли нету, не то, что желать, даже мысли нету у них, что сделать? Выйти против повеления Аллаха. Так вот, он увидел, что их руки, ангелов, не дотрагиваются до еды. Тогда он испугался. Они сказали, не бойся. Мы не твой народ пришли уничтожать. Мы пришли уничтожать какой народ? Народ люта. И вот здесь Сара. Сара? Да, у нас не Сара. Да, ее называют. А, Сара. Сара, то есть радостная. Почему она радостная? Сара. То есть обратно. Почему? Потому что она держала блюдо, да, рядом с Ибрагимом. И когда она услышала, что ангелы пришли уничтожить кого? Народ лют. То есть Сара, она была такой праведной, что ей было ненавистно то, что они делают. Народ люта. Они были кто? Они были ЛГБТ. Они были там гомосексуалистами. То есть большими грешниками были. Так вот, она не доведела то, что они делают. И когда она услышала, она ей обрадовалась. И тогда мы обрадовали ее. Кого? Сару. Что она родит кого? Сына. Исхака. А потом после Исхака появится кто? Исхака. Здесь Сара сказал следующее. О, удивительная эта вещь, да? Удивительная вещь. Как я могу родить? Я уже в старческом возрасте. И вот этот мой муж, он тоже достиг уже преклонного возраста. Поистине, это удивительная вещь. Они сказали, вы удивляетесь. Ты удивляешься, да, Сара? От повеления Аллаха. Рахматуллахиу баракату. Да будет вам милость Аллаха и его баракату. Алейкум ахляль байт. О, вам, да? О, семья пророка. Иннаху хамидун маджида. Поистине, Аллах, субханава тааля, он восхваляемый, великий. И также в другом аяте, в суре Хиджр, Ибрагим тоже так же удивился. Вы приносите мне такую радостную весть, вместе с тем, что у меня возраст уже не такой. Что сделать? Ребенка зачать. Чем вы, какую весть вы приносите? Это все нормальная весть. Надо проверить это. Вообще у Ибрагима что не было? Ученые Тафсира говорят, что у Ибрагима сомнений не было, что он может зачать. Почему? Потому что он недавно только, да, кого зачал? Исмаиля зачал. Да, и у него Исмаиль сын родился. Относительно Исхака, что он может еще другого сына зачать, у него проблем сомнений не было. Просто он не мог сказать, у него адаб был. У Ибрагима все сказали. У Ибрагима были все качества праведности. Все благие качества, они были у Ибрагима, а вея салям. И что стесняется сказать Ибрагим? Он не может сказать, что моя жена старая стала. Кто такой своей жене может сказать? Ты уже постарела, да? Проблема будет. Поэтому, чтобы такого не было, он говорит, я старый. А она? Да. Она рядом со мной, да? В таком формате. И тогда ангелы, что говорят, Вот мы тебя обрадовали тем истиной. Не будь же из тех, кто отвергает милость Аллаха. Так вот, в суре Хиджр приводится, что они обрадовали его не просто ребенком, они обрадовали его знающим ребенком, ученым. То, что Исхак будет таким очень смышленым будет, очень разумным ребенком будет. Также у нас, у мусульман, у наших источников, да, в Коране и Суне, говорится, что после того, как Исхак родился, Сара, она же праведная. Да, она кто? Она всю жизнь с Ибрагимом, алейхисалям. То есть все благие качества, которые есть у Ибрагима, ей тоже передались. И после того, как она Исхака родила, она что делает? Она, любая женщина, если есть, что? Если есть у нее соперница, да? Какая-то, вторая жена, да? Еще, тем более, у нее там тоже сын. Любая женщина, что будет делать? Любая женщина будет? Что? Да, ревновать будет. Ревновать будет. Так вот, Сара ревновала. Ну, не так сказала, что возьми этих и отправь туда, куда-нибудь подальше, да? Нет, Сара, говорит, этого не говорила. В наших источниках, это в Исраилят, где у Ягудов, у Насара, там, в библейском формате, там говорится, что Сара приказала, да, чтобы я ее, что хочешь, делай, отпрось ее подальше, да? Нет, Сара что ходила? Она ходила, удрученная ходила, то есть у нее настроения не было. И тогда Аллах, субханава тааля, из-за того, что она праведная, что делать? Приказывает Ибрагиму подальше, что сделать, хадер, отвезти. Не то, что поставили, отвезти ее там, бросить, что она ненужная, да, Исмаил тоже вообще не нужен, нет. Подальше, куда? Отвезти, отвезти туда, в Мекку. Почему такое происходит? И вот здесь вот есть важный момент, есть урок назидания для многоженств. Какое назидание есть? Что женщина, если у нее ревность играет большая, да, относительно других жен, то желательно что сделать? Расстояние увеличить между ними. И в конечном итоге, что будет происходить? Они после, когда мужчина уходит, да, к своей второй жене, или к третьей жене, или к четвертой, они просто будут думать, что он уехал на заработки, либо уехал в путешествие, то есть в формате таком, что это будет для них облегчение. То есть если ревность, да, ее надо бороть, да, для женщины это тяжелый момент, терпение, да. И также говорится, что Ибрагиму Аллах мог дать другого сына. Через кого? Через хаджер. То есть как Исмаила, она могла еще родить, да. Поэтому Исхак, он не только для Ибрагима был подарком. Он был подарком для кого? Для кого? Для Сары тоже. Почему? Потому что она поборола себя и подарила свою рабыню кому? Ибрагиму женила его, и из-за того, что она ради Ибрагима, ради Аллаха, чтобы потомство Ибрагима не прервалось, она терпение проявила, поэтому Аллах, Субханава Таал, дал Исхака. Поэтому тоже это подарок не только Ибрагиму был, но также это подарок для кого? Для Сары тоже был. И из-за того, что она ходила без настроения, Аллах, Субханава Таал, Аллах приказал, Ибрагиму, что сделать? Взять Исмаил, Алейсасалам, взять Хадир, свою вторую жену, взять своего сына и отвезти куда? В Мекку. Передается риваят. Риваят от пророка Мухаммада, Салал Алейсалам, это хадис. От Абу Зара, да будет доволен им Аллах. Он сказал, Культу я, Расуль Аллах, я сказал пророку Мухаммаду, Салал Алейсалам, о посланник Аллаха. Какой первый дом Аллаха был построен? То есть первая мечеть, где была построена? Это мечеть Аль-Харам в Мекке. То есть то, что построил Ибрагим со своим сыном где? В Мекке. Потом я спросил, какой дом еще? Это мечеть Аль-Харса. То есть вторая по очередности была мечеть построена. Это Ахса мечеть. То есть Ибрагим, Алейсалам, это тот, кто что делает? Строит дома Аллаха. И разницы нет с первым сыном или со вторым. То есть с первым сыном, с Исмаилем, он строит Аль-Харам, с Исхаком строит вместе мечеть Аль-Акса. Поэтому для нас обе эти святыни, они имеют важную роль, играют важную роль. Почему? Потому что и то, и другое здание, строение, они от нашего пророка Ибрагима, Алейсалам. Культу, то есть Абузар спрашивает пророка Мухаммада, сколько времени между этими двумя мечетями? Пророка Мухаммада говорит, что это 40 лет. То есть разница между строением Каабы и Масчета Аль-Акса 40 лет. То есть он там с Исмаилем построил, потом уже когда Исхак подрос, уже смог ему помогать, он с Исхаком тоже построил мечеть. И после этого Абузар спросил, после вот этих двух мечетей, какая мечеть была построена? Пророк Салаллаху Алейсалам сказал, после этого уже где намаз, время намаза придет, там и читай. Почему? Потому что вся земля для мусульман считается мечетью. То есть место, где можно поклоняться. У ягудов, да, и у Насора, то есть у Аль-Аль-Китаб, у людей Писания, у них история немного другая. Они говорят, что это Яков, не Ибрагим, не Исхак, это Яков уже, да, чисто. Это именно еврейское, да, такое формате, что вот этот мастер Аляхса, это Яков построил. И назвал, в местности она была, назвал эту мечеть Илья. То есть, Байт-ль-Махтис, да, они говорят, что это не Байт-ль-Махтис был, это было другое религиозное сооружение, и она носила название Илья. Это не мастер было, это не мечеть была. То есть, что они этим хотят сказать? Что не Ибрагим, то есть не общий пророк, не пророк всех, да, не отец пророков, не общий пророк арабов, и ягудов и так далее. Нет, это чисто ягудийские, да, чисто иудейское сооружение, чисто для иудеев. Там мусульмане поклоняться не должны. Это тоже одно из их, да, одно из видов их лжи тоже. Теперь очень важный момент, еще один, относительно Исхака, али-иссалям, что Ибрагим, да, зачем он строил, зачем он строил вместе с Исхаком эту мечеть? Ладно, он построил Кабу вместе с Исмаилем, чтобы люди туда собирались, да, чтобы Исмаил со своей матерью, да, с женой, с Хаджар, Ибрагима, они могли там благополучно там жить. Ладно, для этого он построил. А зачем построил Масчит Али-Хса, с Исхаком. Так вот есть в Кране аят, в котором Ибрагим, алей-иссалям, говорит следующее. Аллах, субханава-та-Аля, передает нам слова Ибрагима, и он говорит, вот Ибрагим сказал, вот Ибрагим сказал, чтобы мы не поклонялись кому? Идолам. То есть, что они совершали? Щирки совершали. Так вот важный момент. Ибрагим и мечеть, как у Аль-Харам, Кабу строит, и также мечеть, как у Аль-Ахса строит. Зачем он строит эти две мечети? Главная цель, это не чтобы там люди собирались, чтобы там не было чего, щирка, чтобы не было. Так вот, самый важный момент построения мечети. В этих аятах он указывается. Это первое. Где мечеть есть, в каком селении мечеть есть, там есть что? Там есть безопасность. Это первый момент. Второй момент, где есть мечеть, в этом селении, иншаллах, не будет щирка. Потому что люди будут что делать, переходить в эту мечеть, будут поклоняться Аллаху, субханава-та-Аля. Поэтому зачем мечети строить, говорят? Во-первых, зачем мечети строить? Мечети строят для благополучия, для безопасности. Если в каком-то селении мечети много, значит что? Это селение хочет, ходит в мечеть, много приходит в мечеть народу. И они слушают уааз, слушают проповеди. И в этом селении, без нилля, за зволение Аллаха, с помощью Аллаха, не будет чего? Не будет воровства, не будет алкоголизма, не будет дзина, не будет других проблем. Поэтому зачем мечеть строить? Что благополучия было, чтобы безопасность была. Так вот первая функция мечети, это что? Амина, как Ибрагим говорит, это безопасность. Вторая функция, это чтобы в этом селении щирка не было, чтобы подчинялись только Аллаху, субханава-та-Аля. Если Аллаху, субханава-та-Аля, подчиняемся, у нее ничего не будет, коррупции не будет, лжи не будет, проблем других не будет, общественных. Поэтому, вот почему все боятся, что все станут мусульманами? Некоторые говорят, нам мусульманское общество не нужно. А что имеют в виду? Нам справедливое, честное общество не нужно. Это сравнить с этим, их ваше слова. Поэтому, если будет исламское общество, мусульманское, что мусульманское, да, ценности будут в обществе, то в этом обществе коррупции не будет, а коррупции не будет, значит, что несправедливости не будет. Поэтому, кто говорит, что нам мечети не нужны, нам исламское общество не нужно, нам мусульманские ценности, можем и без них прожить, этот человек говорит то же самое что нам справедливо общество не нужно нам без коррупции общество не нужно это почти одно и то же так вот некоторые исламские ученые говорят что этот байт иль-махтис да построил кто даут алисалям даут алисалям либо сулейман построил да с джинами построил этот мечеть какой байт иль-махтис то есть мамбат там где по и ягоды поклонялись почему потому что есть такие ревояты в хадисах есть да что сулейман строил это здание строил тюбайт иль-махтис сулейман саламон да либо давид дауд алиса так вот наши ученые это все же что говорят что даут алисалям и сулейман алисалям они что сделали они как правок мухаммад саллаху али ассалям просто обновили то есть как правок салал алисалям обновил кабу строение кабу он ее сам не строил самого начала кто пошел ибрагим сейсмаилем построил прокса ложим прежде ничего сделал обновил строение кабы то также даут алисалям и сулейман алисалям просто что сделали просто обновили байт иль-махтис то есть немного украсили до более величественнее сделали больше сделали так далее но построение все равно к относится кому относятся к ибрагиму алисалям поэтому говорить что у мусульман нет прав да вообще никаких не религиозных не политически вообще никаких прав нету на байт иль-махтис это все что это все конечно же ложь и ревоят есть еще такой ревоят приводится в сборнике ибн хиббана что между сулим аманом и ибрагимом алисалям всего лишь 40 лет было то есть между даудом и сулейманом было всего лишь 40 лет это самая маленькая промежуток времени которую указан хадисах что имеется ввиду что даже если этот ревоят мы не будем считать будем считать его неправильным то все равно что мусульман пусть по первому до ревояту либо по второму ревояту мусульмане все равно что делать у них есть права на на религиозные права до духовные права на байт иль-махтис на дом аллах она талия который находится где до мечеть ахса в палестине пусть аллах она талия примет от нас наши проповеди наши дуа нас пока покаяние наши амалы наши деяния и даст нам возможность также как ибрагима алиссалям воспитать до исмаиля из а то и пусть аллах она талия даст нам такой же пара кат как аллах она талия дал кому ибрагима алиссалям из макис а фарисы также мы из в этом в лекции на сегодняшний день не упомянули еще один момент когда вас она талия дает баракат баракат дает прибавление это не обязательно только дети некоторые могут сказать что ибрагим алиссалям аллах она талия в коране говорит что он дал ему баракат дал ему потомство до продолжающейся постоянно от исмаиля от исхака а проку мухаммаду соусом не дал почему потому что дети пробка мухаммада соусом они скончались при жизни пробку мухаммаду так вот действительности баракат это что это когда твоего пути придерживаются и когда аллах она талия говорит что ибрагиму дал барака надал барака там же не права мухаммаду алиса почему потому что аллах она талия повелел пробку маслом сумма ухай нелик они тобиами ли это ибрагима ханифа следует пути ибрагим алиса ли он по Аллах Congress она талия амода волосы он повелел следовать пути ибрагим они сыр а поэтому когда мы говорим что аллах дал ибрагиму баракат вот там же он дал им про к мухаммада словам баракат то есть барака это когда твоего пути что делают придерживаются А то у некоторых есть дети, которые что, не следуют пути родителей? Говорят, что мои родители, они были заблудшими, они не тем занимались, надо вот этим заниматься. То есть барака это когда что? Это когда за тобой следует, твоему пути следует. И также, когда твое имя не забывается. Аллах, когда сказал, что даст Ибрагиму барака, он что сказал? Что твое имя не забудется. И мы каждый мусульманин пять раз в день на аномазе, что Ибрагима упоминаем. Когда после Ташахуда сидим, мы Ибрагима алейиссалям упоминаем. И что делаем? Какой дуа делаем? О Аллах, Аллахума, с Али говорим, я Аллахума барик, аля саидина Мухаммад. О Аллах, дай баракат нашему пророку Мухаммаду, так же как ты дал баракат кому? Ибрагиму алейиссалям. То есть на сегодняшний день все верующие, они что делают? Они следуют пути Ибрагима. Ну или считают себя следующими пути Ибрагима. И никто из них не забывает, кто такой Ибрагим. И так же мы делаем такой же дуа. О Аллахума, субхану атааля, сделай так, чтобы пророку Мухаммаду, салам, тоже был такой баракат. Баракат какой, чтобы его не забывали. И все придерживались пути пророка Мухаммада, салам, алейиссалям. И на сегодняшний день есть некоторые люди, которые, даже не понимая того, что они придерживаются пути пророка Мухаммада, салам, они что делают? Они придерживаются пути пророка Мухаммада, салам, алейиссалям. Понимаете, да? На сегодняшний день Ибрахим его не чаще вспоминает, чем пророк Мухаммад, ассалаллах, ассалям. То есть эта дуа мусульман принята. И на сегодняшний день многие нормы, многие европейские законы, они построены на чем? Они построены на том праве, на том законе, на том шариате, который оставил пророк Мухаммад, ассалям. Поэтому на намазе в некоторых вопрос появляется, зачем мы вот это дуа делаем? О Аллах, дай барракат пророку Мухаммаду, так же, как ты дал барракат Ибрагиму. То есть здесь два момента. Это что? О Аллах, сделай так, чтобы все люди, все люди, что делали? Придерживались пути пророка Мухаммада. И сделай так, чтобы все помнили и все знали, кто такой пророк Мухаммад. И, аль-хамдул-ля, на сегодняшний день, что происходит на сегодняшний день? Медиа так играет, даже если в плохом формате, все равно они что делают? Они в неправильном формате, что делают? Они все равно у них на устах, у них в мыслях пророк Мухаммаду, у каждого человека в этом мире есть. Какая-то информация о пророке Мухаммаду есть. И постоянно в медиа это крутят, что вот эта умма, пусть даже порицают они пророк Мухаммада, но все равно, что делают они? Они сами того, не подозревая, они призывают пути пророка Мухаммада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok